как прошел день кто сделал домашнее задание все это все сказали в один голос или один за всех один за всех один за всех это только и шо мы на такое не способны так что кто-то читал дома что-то что-то а по домашнему задание а что там непонятно непонятно что было читать нужно но ты читал хотя бы замечательно а кто не читал поднимите пожалуйста руку 1 2 3 4 5 6 так я уже сбился со счета это не надо я понял что тут проще было бы попросить поднять руку тех кто читал ладно раз такое дело о чем мы вчера говорили кто может вспомнить об истории еще о чем ясно а зачем мы вчера вообще об истории говорили какое-то отношение имеет к евреям а можно руку поднимать кто хочет ответить да слушаем да и в микрофон вот напоминают есть два жестких правила одно с моей стороны другой с жениной у меня рука поднятая движение микрофон в руке во первых для того чтобы на фоне истории светской сделать вывод о том что еврейское общество существовало то есть было есть и будет со всеми своими культурами и направлениями потому что их вел и ведет господь в этом мире а все системы которые были изначально и продолжались они прекращали свое существование поскольку светская система не имеет под собой основы а еврейское общество имела свою основу в блоге да эта идея была главная потому что она исходила самого бога поэтому общество еврейское она если даже она как-то и растворялась среди всего этого мира но тем не менее она свое направление культуру и все что там связано с еврейским народом сохраняла кто еще может что-нибудь сказать по поводу того для чего мы вчера говорили об истории вообще история она описывает и само существование и возникновение еврейского народа это написано в торе быть я до второзакония как вышли как господь избрал призвал и говорили что если спросить какого-то народа вашей истории они может что-то и узнают но не скажут что вот написано что вот есть что вот резкого народа есть история от бога то есть принципе еврейский народ это один из немногих которые действительно помнят своего рода словно кстати арабы тоже помнят и это же кстати обрезаются также какие евреи потому что помнят что принципе произошли от авраама кстати никогда не задумывались арабы же в принципе являются потомками авраама авраам имел обетование этой земли для себя и для своих потомков да если арабы потомки значит они тоже имеют право на землю но место под солнцем я сейчас говорю именно за ира цесраэль ну а тут есть еще такой момент хорошо он просто сын и он имеет право измаил но народ будет до сильные будут цари будут а какое отношение он к земле имеет земле израиля ну вот это вопрос второй но на самом деле короче там просто нужно внимательно изучать вот этот завет который бог заключается в рамом потому что вот смотрите по логике вещей бог заключил с авраамом завет обетования да и дал обещание земли значит завет обетования он был связан с обрезанием да значит измаил был обрезан был обрезан значит то есть он был в завете да с богом как и авраам значит а ицхак который родился от авраама и был обрезан в восьмой день он в завете с богом был но он же был обрезан да на восьмой день как господь заповедовал он был в завете был но господь почему-то говорит на завет свой поставлю с ицхаком вопрос зачем это нужно было говорить если он по обрезанию в завете уточнение если это уточнение в таком случае ицхак и измаил на равных в завете но подожди если уточнение значит в принципе отличий никаких ну уточнение для авраам или для кого-то как бы ну так на всякий случай ну ну то есть либо они в одинаковых условиях измаил и ицхак в завете тогда это уточнение в принципе не нужно либо если у измаила есть какие-то исключительные права тогда это уточнение имеет смысл тогда имеет смысл разобраться в чем-то таки разница между измаилами и цхаком завете со всевышним я думаю то что сара она была ну как бы по крови ближе ему то есть она была как бы еврейка а гарри на не было ивейка она была такой наплеменец и язычницы господь хотел наверно но выбрали сака потому что это как бы одно ну одна кровь 1 знаете нам имеет смысл искать ответы в писании они в своих предположениях очень много ересей появляются тогда когда человек сначала придумывает идею а потом пытается притянуть за уши разные места писания к этой идее значит когда мы исследуем писание мы должны выводы делать из прочитанного из того что написано понимаете плюс ко всему значит выводы нужно делать так вот и брать вот за основу для своей веры выводы которые подтверждаются двумя или тремя местами писания понимаете значит ну у нас сегодня не тема заветы но это вообще как бы тема для для размышления хорошая я вот честно говоря будучи верующим с двухтысячного года только вот в прошлом году перечитывая вот этот вот отрывок я для себя понял в чем разница между исхаком и измаилом хотя вроде и тот и тот завете как бы там есть нюансы на которые надо обращать внимание значит по поводу того что же у нас происходит в писании что нам показывает писание в отношении будущего есть одно очень интересное место которое бы хотел чтобы мы прочли значит это исайя сорок шестая глава с 10 по 13 стих кто может прочитать в микрофон пожалуйста исайя 46 с 10 по 13 стих я восвещаю от начала что будет в конце и от древних времен то что еще не сделалось говорю мой совет состоится и все что мне угодно я сделаю я возвал орла от востока из дальней страны испал исполнителя определение определение моего я сказал и приведу это в исполнение предначертал и сделаю послушайте меня жестокие сердцем далекий от правды я приблизил правду мою она недалеко и спасение моем не замедлить и дам сиону спасение израилю слава мою обратите внимание какие интересные слова значит во первых какой вывод можно сделать вот из этого стиха в отношении истории человечества ну то есть бог изначально знает он определил план для развития для человечества и человечество должно следовать этому плану правильно значит и то что бог запланировал он безусловно исполнит и тут момент такой у человека есть выбор либо ознакомиться с божьими намерениями в отношении человечества и стать сотрудником до значит либо проигнорировать прожить свою жизнь но тогда как бы последствия все негативные последствия естественно уже ложатся на совесть самого человека значит есть еще тут один интересный момент вы помните есть такое место где говорится что славы моей не отдам никому а здесь он говорит израилю славу мою вот и дам сиону спасение и израилю славу мою то есть видите насколько уникальна роль израиля в истории человечества значит если вы такие удосужитесь ознакомиться с истории израиля более подробно вы увидите что есть очень интересная четкая такая закономерность один из моментов завета бога с авраамом один из пунктов он пообещал аврааму что благословляющего тебя благословлю зло словящего тебя проклянул интересно как это реализуется в истории различных цивилизации государств недавно я услышал такой интересный комментарий значит в торе есть место где говорится что бог расселил народы дал им пределы значит по числу сынов израиля значит и есть такой интересный комментарий что в каждом народе есть евреи живут в каждой земле каждом государстве есть евреи значит и количество евреев соответствует тому насколько этот народ достоин принять у себя этих евреев значит вот интересно как реализуется в истории вот это вот все те государства которые по каким-то причинам привлекали евреев и создавали для них хорошие условия для жизни и работы и бизнеса значит эти государства начинали процветать значит те государства которые по какой-то причине изгоняли евреев со своей территории недолго им оставалось до того как экономическая политическая система просто разваливалась на куски государства погружалась хаос значит вы можете проследить эти моменты в истории даже вот за последние две тысячи лет эта история многократно повторялась когда кто-то проявлял инициативу и начинали приглашать евреев а кто-то проявлял инициативу и начинал гнать евреев причем интересно такие иногда появляют получаются казусы вот в этой вот книжке что я вчера он говорил евреи бог и история там такой вот интересный момент рассказывается вот во времена инквизиции евреев притесняли и не давали им возможности заниматься не сельским хозяйством не ремеслом ничем значит и там даже в какой-то момент было принято решение доверить евреям ростовщичество то есть вот банковское дело которое мы знаем сейчас которое приносит огромные доходы банкиром да и банком значит когда-то в европе в католической европе считалось весьма презренными позорным делом значит и вот решили это дело как бы сбросить евреям знаете типа пусть они этими занимаются евреи поставили это дело на должный уровень и за недолгое время весьма весьма разбогатели значит ну то есть тора запрещает еврею давать в долг брату еврею но не еврею давать в долг под проценты можно и естественно евреи этим занялись и разбогатели а когда разбогатели значит власть имущие увидели это позавидовали решили это все отобрать и а евреев изгнать ну то есть это странно получается сначала типа занимайтесь этим позорным делом они подняли его это теперь свободно теперь мы этим будем заниматься типа то есть вот так значит давайте мы попробуем как-то сложить себе мнение о предстоящих событиях основываясь именно на писании то есть я предлагаю вот находить места вот эти вот пророчества о последних днях читать их размышлять и делать выводы именно из писания значит то есть вот сейчас мы к примеру начнем с того места где уешуа попросили дать признаки последних дней да и времени его пришествия то есть это у нас будет такой отправной точкой значит и когда мы будем читать я бы хотел чтобы мы составили себе четкое представление каком плане значит когда-то давно еще много лет назад когда я был новообращенный читал только пришел в церковь не сказали что вот есть такое понятие как десятина и и надо приносить в церковь я начал ее приносить значит потом мне попала в руки одна православная книжка значит где было сказано что про про десятину придумали протестанты чтобы окупать свои евангелизационные вот все эти компании значит я перестал приносить но я ее не тратил я ее просто откладывал там в отдельный кармашек в тумбочке у себя значит и я в какой-то момент заметил что мои и мое благосостояние резко начало ухудшаться значит я понял что что вроде бы как все правильно я думаю значит на что-то не так я просто веру и уже пришел принес это господу и ситуация опять изменилась в лучшую сторону значит то есть я просто веру и приносил не потому что мне сказали значит не потому что я понимаю или не понимаю просто вот написано я начал приносить и потом я начал разбираться с этим я просто помолился попросил господа чтобы он не по писанию показал что это такое зачем это нужно интересный момент когда я приступил к исследованию писаний господь мне сказал когда читаешь обращая внимание на то кто является вот скажем персонажами именно этого отрывка значит кому обращается то или иное повеление значит и это будет определять с кого я буду спрашивать за исполнение той или иной заповеди потому что мы очень часто видим вот написано что делай вот это да но мы не смотрим на то кому она адресована знаете вот как были такие моменты когда вот прихожу в гости к семье дам там молодые муж жена у них какие-то проблемы начинаешь с ними общаться значит а жена берет места описания которые адресованы мужу и тычет ему значит а муж берет те места описания которые адресованы жене и тычет ей я говорю постойте подождите но вы же делаете все совсем неправильно вот то что написано мужу то должен читать мужа не жена жена по идее вообще не должна знать об этом как бы просто написано это открытая книга да значит то есть муж должен читать то что ему адресовано и исполнять жена должна читать то что ей адресовано и исполнять то есть понимаете если муж начнет Он начнет исполнять то, что адресовано жене, но не исполнять свою часть. Успешен он в жизни не будет, и наоборот, понимаете? Поэтому очень важно, когда мы читаем Писание, видеть вот именно контекст, видеть общий фон событий, обращать внимание на то, кто является персонажами этого повествования, и кому оно адресовано, и о чем оно говорит. Значит... Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, открывайте Матфея 24-ю главу. Открыли. И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Так, стоп, секунду, я, наверное, вам все-таки сначала одно другое место покажу, для того, чтобы... Иисус шел от храма, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Луки 19-я глава. Значит, 19-я глава, 41-й стих. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты хотя бы в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Как вы думаете, о чем он говорит? Я думаю, Иисус говорит о том, что они не уверовали, не поверили, что это Маших, их не спаситель. Наказание такое будет, что написано за то, что не узнали времени. Давайте мы попробуем, скажем так, отложить все знания, которые мы имеем, и попытаться просто понять вот именно то, что здесь написано. То есть вот используя конкретно те слова, которые здесь приводятся. Здесь речь идет о том, что опять же на евреев падет войной кто-либо, разорит город, то есть полностью его разорит, потому что разрушит, потому что на нем вообще ничего не останется за то, что они не узнали посещение Господа их. То есть перед этим враги их, окружат их, и долго, видимо, будут осаждать этот город, очень долго, настолько долго. Я прошу прощения, вы сказали, не узнали времени посещения Господа, да, но тут нету слова Господа, просто сказано «ты». О каком городе идет речь здесь? Об Иерусалиме. Он подошел туда, и здесь сказано, что «ты не узнал времени посещения твоего». То есть кто-то должен был его посетить, и этот город не узнал этой информации, которая должна была прийти в этот город. То есть я думаю, что, может быть, здесь речь идет о том, что здесь людям не было проповедано истина, и поэтому и будет город разрушен, потому что «ты не узнал времени посещения твоего». Хорошо, передай, пожалуйста, микрофон дальше. Мне кажется, что евреи все знали о том, что храм будет разрушен. Там у них же были пророки, и они, в принципе, все в синагогах знали, что когда-то придет какое-то разрушение. Иисус пришел и говорит, что «как жаль, что вы слепы и не видите, что через какое-то время не останется ни на камне на камне». Я прошу прощения, но я не вижу этой идеи в этом отрывке. Времени посещения твоего, то есть их уже посещал все-таки Господь, получается, словом, или каким образом? Ну, они просто его... Давайте посмотрим более внимательно на фразу «ты не узнал времени посещения твоего». У меня вопрос, можно ли узнать незнакомца? Можно ли узнать незнакомца? Нет. То есть узнать можно знакомца или узнать можно то, что уже известно, что уже знакомо. Я правильно размышляю? Значит, хорошо. Значит, о чем же здесь речь идет? Чего не узнал Иерусалим? Ну, что говорит Писание вот в данном отрывке? Что Ишуа говорит? Они не узнали времени посещения. Поскольку здесь идет глагол «не узнали», и как мы выяснили, что узнать можно только то, что известно. Значит, Ишуа говорит о том, что Израилю, в принципе, было известно, что его должен посетить кто-то. Ну, как бы мы понимаем, что здесь речь идет именно о Мессии. Я прошу прощения, если бы ты по-молдавски, я, может быть, больше понял. А вы не знаете украинский? Не настолько, насколько ты. Ну, может, люди как бы поймут «не узнал». Имеется в виду, что, может быть, ты не узнал, то есть я тебя не узнаю, как, ну, незнакомое что-то для меня, а не узнал еще, может быть, как не было того, не познал, что ли. То есть можно по-разному понять это именно «не узнал». Я сейчас попробую это место в подстрочнике открыть. Ну, вы понимаете, да, что украинский язык, он объясняет больше. Ну, согласен, украинский, он в этом плане более многогранен, чем русский. Так, это у нас 44 стих. Ищем 44 стих в подстрочнике. Значит, глагол, который используется в оригинале, имеет следующие варианты переводов. Это по номерам Стронга. Знать, познавать, узнавать. Значит, ну, переносное значение этого слова. Вступать в половые отношения. Вот как «познал, отдам Еву». Значит, замечать, осознавать, понимать, уразумевать, признавать. Значит, там стоит глагол, действительный залог, изъявительное наклонение, второе лицо, единственное число. То есть, мы это место можем перевести примерно следующим образом, на основании полученной информации. Значит, ты не понял, не уразумел времени посещения своего. Ты не признал времени посещения своего. Ты не заметил, не осознал времени посещения своего. То есть, понимаете, Ишуа говорит, что у них было достаточно информации для того, чтобы осознать, чтобы заметить, чтобы признать, чтобы понять, чтобы уразуметь его приход в Иерусалим. Помните, когда к нему пришел Никодим, и они говорили о рождении свыше? И Ишуа говорит ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? То есть, Ишуа, получается, не раз упрекает либо весь народ, либо отдельных его представителей в том, что, в принципе, для них все это было открыто. Проблема в том, что либо не удосужились изучить вопрос, либо просто не признали. Вот один из вариантов – не признали времени посещения своего. Значит, и знаете, вот мне сейчас пришла вот эта вот притча на ум, когда он рассказывал про одного человека, который копал на чужом поле, нашел сокровище, спрятал его там, и пошел, выкупил у хозяина этот участок, и стал законным владельцем сокровища. Когда-то возник такой очень интересный вопрос, что он вообще делал на чужом поле? Значит, можно, конечно, предположить лучший вариант, он был наемным работником, да? Значит, то есть, поскольку он пожелал законно приобрести сокровище, значит, мы все-таки предположим лучшее о нем, да? Он был наемным работником, он нашел это сокровище, потом он пошел, чтобы законным путем приобрести, он выкупил эту землю и стал законным владельцем. Тогда возникает другой вопрос, а насколько морально, насколько праведно он поступил, сокрыв от хозяина истинную цену этой земли? Вот как вы думаете, правильно он поступил или неправильно? В микрофон, пожалуйста. И сразу готовьте ответ на вопрос, почему. Почему вы так считаете, что он поступил неправильно? Потому что он должен был признать, сказать, что у него, у хозяина на поле он нашел сокровище. А почему он должен был? Что, хозяин его послал искать сокровища на поле? Потому что между людьми должна быть честность. Ну, честность. Хозяин же ему платил там. Ну, он платил, но он платил ему за то, что он копал, а не за то, что он сокровища искал. Может быть, он увидел, что у хозяина это сокровище ему не надо? А он подумал, что он с ним правильно не обратил. Ладно. В сферу предположений не будем удаляться. Передайте дальше микрофон. Я поставлю себя на место хозяина. И то, что я не знаю, что на моей земле есть сокровище, виноват только я. Я владелец земли. И я посылаю туда рабочего. И то, что он там уже нашел, ну, он молодец. А то, что я не владею информацией, ну, это моя, ну, лично моя проблема. Есть еще идеи по этому поводу? Да, у меня есть идея, ну, из житейского опыта, когда твои ближние не вмещают. Ну, что, ну, вот что-либо, допустим, один жаждет, а другой спокойно, равнодушен. И как мне мой муж сказал, я не могу столько слушать о Боге. Ну, что я для него, это уже, ну, вообще, это уже край какой-то. Ну, то есть, вот, вот пример с Гидеоном, когда у отца были идолы, или там, ну, вот другие есть. Ну, то есть, один осознает ценности жемчужину, а ближний твой, может быть, он и хозяин, или отец. А он, ну, а для него это не ценность. А для него это, ну, как там, не мечите бисер перед свиньей. Я бы здесь вот такой играл. Есть еще у кого-то желание высказаться по этому поводу? Передайте, пожалуйста, микрофон. Я хочу, чтобы вы все участвовали, чтобы вы размышляли и высказывали вслух. И скажу сразу, здесь ценится не столько правильность ответа, сколько все-таки попытка найти этот ответ. Понимаете? Вот в еврейской среде ученик ценится не потому, что вот он отлично выполняет задание, потому что это, скажем так, врожденные способности могут быть. А вот ученик ценится потому, насколько вот он задает вопросы. Если ученик не задает вопросов, это плохой ученик. Даша, если он хорошо выполняет все задания. Сейчас, в очередь, пожалуйста, в очередь. Я как бы не знаю, вот, ну, было ли еще в это время, в данное время. Я прошу прощения, вы свой ответ начинаете со слов «я не знаю». Вы нам хотите поведать, что вы не знаете? Или поведать то, что вы не знаете? Хочу сказать свою мысль, что я знаю, что в Писании было такое, когда приходили и говорили хозяину хорошую новость, хозяин благословлял. Когда плохую, то его как бы убивали. И на место этого человека, который нашел этот клад на это, я бы пришла и сказала, вот я нашла, эта новость хорошая, поделись со мной. Ну, он же не должен делиться. Ну, он бы сказал, благословляю, иди с Богом. Ну, вот здесь еще одна деталь. Вот он нашел это сокровище, утаил и пошел с радостью. То есть ему хотелось одному насладиться тем, что он нашел. Ну, что ты смеешься? Вот именно насладиться. Потому что он такую драгоценную находку нашел. Она ему настолько вот имела большое значение для него. А потом дальше, мы же не знаем, как он дальше поступил, правильно? Ну, в принципе. А потом, может быть, он как раз таки с хозяином и поделился. А вот если, ну, предполагают, что он там работал, потому что его наняли. А как, если его наняли, значит, он был бедный? Как он мог купить эту землю тогда, чтобы, ну, если он был такой... Ну, он, зная, сколько там сокровищ, он мог одолжить чуть-чуть, а потом рассчитаться. Ну, это одно. А потом второе будет... Как это... Извините, обратите внимание, что тут же, в принципе, и про жемчужину где-то рассказывается. Собиратель жемчужин продал всю свою коллекцию, потому что он знал ценность той одной большой. Да. Походу, если бы не было той большой, он бы свою никогда бы не продал. Поэтому, если я знаю, что я вот предприму определенные действия и получу миллион, а чтобы купить эту землю, нужно заплатить 100 рублей. Я пойду, лжу 100 рублей, заберу свой клад и быстренько рассчитаюсь с человеком. Какие проблемы? Ну да, но если вот хозяин потом узнал, что вот он продал землю, а там такое сокровище, он, наверное, волосы там рвал на себе. А это уже, извините, вопрос второй. Это да. Но что ты все-таки, что ты так схитрил все-таки? А вы бы так сделали? Я? Да. Вы знаете, я как-то принял решение не отвечать на вопросы типа, если бы ДКБ. Вот вы сначала предложите мне реально такую ситуацию. То есть предложите поработать у вас в квартире, сделать ремонт, так, чтобы я там кладно шел. Вот и посмотрим. Ну, это же моя квартира будет. Квартира будет ваша, а клад мой. Нет, клад мой, потому что он в моей квартире. Давайте мы передадим микрофон, мы еще как бы, мы размышляем на эту тему. Есть еще такое размышление. Квартира еще не клада. Ты не помнишь, что он материал. Есть размышления, я попадала в подобную ситуацию, когда мне подарили дорогой подарок, и со временем он мне не понадобится. Больше я знаю, что он мне не нужен будет. Я решила, как бы, что его продам, определенную сумму, которая получится, я отблагодарю этого человека, который мне подарил подарок. Ну, как бы, подобно этой ситуации, что мы рассматриваем, может быть, это какой-то вопрос совести больше, то, что вот ему совесть позволила так сделать, но как он поступит дальше, опять же, неизвестно. Ну, может быть, он по совести, получив этот клад, пошел и отдал заработную плату за этот день хозяину. Вполне по совести. В смысле? Ну, вот он пошел, купил эту землю у хозяина, да, рассчитался с человеком, у которого одолжил денег на эту землю, а потом вот с этого клада он взял вот свою дневную заработную плату за этот день, пришел и облагодарил хозяина по совести. У каждого своя совесть? Кто, сколько вот может дать? Сказал, что у каждого своя. Ну, она основана на каких-то, ну, на многих факторах вообще по жизни. Ну, насколько я знаю, Бог вложил совесть в каждого человека одинаковую, иначе мы бы смотрели на многие вещи совершенно по-разному. Ну, то есть, вот совесть, вот чистая, чистая совесть у разных людей всегда говорит об одном. Есть один интересный нюанс. Значит, на иврите слово «совесть» и слово «компас» — это однокоренные слова. Значит, где-то в Писании есть место, где говорится, что престол Всевышнего на севере, а компас всегда указывает на север, а совесть всегда указывает на Всевышнего. Ну, в иврите просто есть вот такие вот интересные моменты. Значит, и поэтому «моя совесть» и «твоя совесть» могут говорить всегда только об одном Господе, понимаешь? Если о разных господах, то тогда у кого-то из нас совесть однозначно прожженная. Так что он… Если ты говоришь, что надо как-то отблагодарить… Ну, было бы как вариант так ему поступить, если там… Опять же, какая у него совесть, какая у него вообще позиция по жизни. На самом деле, это вопрос второй. Мы говорим конкретно вот об этом именно действии. Не о том, что он сделал потом или мог сделать, как бы не о том, где он взял денег. Как бы притча говорит о том, что человек поступил таким вот образом. Вот вопрос, насколько он поступил правильно, да, приобретая. Потому что Ишуа в этой притче показывает человека, который достоин уважения. Правильно? Но он же нам показывает образ, которому нам необходимо стремиться. Вот я задаю вопрос. А правильно ли мы понимаем, если у нас такой конфликт в голове по этому поводу? Ну, то есть Ишуа не говорит, что он плохо поступил. Он ставит его в пример. Кстати говоря, как еще одного интересного персонажа из Луки, управляющего, который начал списывать долги взаимодавцам. Сейчас мы не будем говорить об этом месте. То есть Ишуа иногда нам дает такие примеры в подражании, которые в нашей голове не укладываются. Мы думаем, разве можно так поступать? А он говорит, поступайте именно так. Ну, то есть это говорит о том, что нам все-таки надо исследовать эти вопросы. Женя, сколько еще времени у нас? 10 минут, да? Отлично. Есть еще у кого-то соображения по поводу вот этого вот момента? Почему же все-таки Ишуа ставит нам в пример этого человека, который с нашей точки зрения поступил вроде как неправильно? Ну, точнее, скажем так, тут мнения разделились на самом деле. Есть люди, которые считают, что он правильно поступил, и никакого греха в его поступке нет. Есть люди, которые считают, что он все-таки поступил неправильно. Микрофон, пожалуйста, возьми, если хочешь это сказать. Сейчас, допустим, если ты нашел сокровище на какой-то земле, значит, там она принадлежит 25% там или хозяину, либо государству. На то время, когда было найдено время, какой-то был закон, определяющий найденные сокровища в том или ином месте. Я не знаю, как звучал тот закон, но смотрите, идея такова. Клад принадлежит хозяину земли. Скажем, в советском законе эта идея, этот принцип присутствовал. Клад принадлежит хозяину земли. Когда государство является хозяином, значит, клад принадлежит государству. За то, что человек проявил инициативу, нашел и добровольно сдал, он получал вознаграждение в размере 25%. Но идея, принцип сохраняется. Клад принадлежит хозяину земли. Правильно? Скажите, в этой притче мы видим этот принцип? Клад принадлежит хозяину земли. Зачем нужно было этому человеку покупать эту землю, если бы клад не принадлежал хозяину? О том, что Господь дал евреям землю. И землю нельзя было отдавать. Это было благословение для того, для той семьи, которая получила эту землю. Если он отдавал эту землю, просто так взял и продал, он дал благословение его. Он поступил неправильно. Не, ну, походу, есть же законы года Шмидты, законы года Йовель, то есть каждый седьмой и каждый пятидесятый год, да, значит, который предполагает возврат земли. И говорится четко в Торе о том, что человек может, но он, скажем, он не продавал, по сути, землю. Это называлось куплей-продажей. Но по факту земля не продавалась, она переходила, скажем так, в аренду другому управителю. Мы читаем в другом месте, когда царь пришел, понравилась земля, он говорит, я тебе дам другую землю, в другом месте. Продай. Ну, так во власти человека хочет, продает, не хочет, не продает. Вот этот вот продал. Не ценил. Мне кажется, что если этот человек, ну, вкалывал, скажем так, на этой земле, да, я не знаю, были ли они оба евреи, там, свои отношения, но вот человек работает на этой земле, и он видит отношение хозяина к этой земле, то есть, ну, обрабатывает себе, там, получает, у него там не один кусок земли. И этот человек в себе, в сердце размышляет, и вдруг он нашел клад. И он понял, что это его клад. Может быть, за все труды, может, за все годы. Это мы опять уже уходим в сферу предположений. Он знал хозяина, что хозяину, он только пришел к хозяину и говорит, не продашь ли ты мне землю, как в то время говорили. И тот говорит, продам. И назначил цену. И он ему отдал цену. Ну, вы просто пересказали то, что мы прочитали. Как бы вопрос, как бы разобраться, насколько вот он поступил все-таки правильно. Значит, да, микрофон. Можно ли провести параллель с притчей о талантах, когда хозяин раздал там по разной сумме талантов, да, своим рабам и ушел, как бы, а те уже воспользовались теми талантами, которые у них были. Кто-то просто закопал, а кто-то воспользовался. Кто-то закопал, а кто-то раскопал, да? Можно ли провести параллель? Ну, как вариант, вот так вот провести можно. Ну, то есть кто-то действительно… Кто-то закопал, а кто-то раскопал. И вторая мысль. Откуда тот клад взялся на той земле? Ну, это на самом деле вопрос уже, ну, несколько выходящий за сферу нашего размышления сейчас. Он там был. Был. Он же откуда-то взялся. Ну, все сокровища принадлежат Господу. Однозначно. То есть, если бы предположить, что действительно Бог дал вот этот, скажем так, талант, его назовем этому хозяину поля, он просто пренебрег. Вот и плод. Так, хорошо. Давайте мы сделаем перерывчик и продолжим на следующем уроке. Субтитры подогнал «Симон»